ребят всем привет сегодня мы едем посмотреть один гараж хотим мы его купить я немножко расскажу по истории паркинг это строился очень давно где-то в 90-х годах он должен был быть двухэтажным его сделали трехэтажным и они долго не могли получить документы гаражи там никто не покупал но я всегда эту судьбу отслеживала то у паркинга и сейчас у них перед выборами я так понимаю дело все-таки сдвинулась с мертвой точки и оформлять сейчас землю в аренду где-то наверно на 50 лет я уже здесь был смотрел один гараж по стоимости это было 400 тысяч общался с людьми взял телефон председателя и я смотрел на втором этаже я захотел посмотреть еще третий этаж там гаражи люди продают гараж этот такой полу недостроенной но и зато цены там очень такие интересные бросовые один гараж там продается он немножко недоделанный за 250 тысяч то есть кирпичный гараж железными воротами с окошком и всего 250 тысяч конечно до риск есть однозначно может быть документы все-таки не оформят может быть и оформят но паркинг уже стоит надо где-то 20 лет если не больше может быть даже в девяносто первом году его начали строить я планирую купить два гаража также их совместить и сделать там мастерскую ее сдать в аренду по моим подсчетам ну за два за два с половиной года она должна отбиться и если даже и что-то снесут свои деньги в любом случае выдерну и так сейчас мы ждем председателя он сейчас подъедет и мы пойдем уже смотреть туда наверх ребят сейчас вам расскажу о прошлом гараже который мы смотрели вы видели этот недостроенный паркинг в общем прошло уже наверно где-то недели две или три там проблемы с документами проблемы с председателем и вообще этот кооператив разделен на две части в общем я люблю такие варианты я рисковый парень но я даже подумал что это слишком даже для меня и от этого варианта мы отказались половина гаража находится в красных линиях все суды они проиграли третий этаж вообще был построен незаконно а также паркинг полностью разделен между двумя председателями я изначально хотел третий этаж созвонился с председателем поговорил он мне стал предлагать 1 2 я так понял что не какие-то там свои интересы в общем мы не услышали друг друга хотя сначала было все нормально сейчас мы приехали посмотреть второй гараж мы хотим совместить также как вы видели наш первый гараж обзор наш гараж вот обзор на мы будем продавать это был проект уже прошло наверно где-то два или три года он свое отработал и сейчас на нем надо заработать и его соответственно продать сейчас мы пойдем встретимся с хозяином и посмотрим новый гаражик уже есть какая-то информация у человека там два гаража на третьем этаже и на втором этаже возможен обмен документы у них пока не оформлены сейчас на руках у них находится договор купли-продажи и справка выплаченном пае это нам облегчает в принципе задачу обмена гаражами вот но пока сказать точно ничего нельзя мы сейчас пойдем посмотрим и вам дополнительно все это же дело и покажем и расскажем и и Итак, по итогам наших переговоров получилось следующее. Мы посмотрели два гаража Илье, который нам продавал гаражи. Хотел, вернее, продать гаражи. Они у него на разных этажах, на третьем и на втором. А потом мы уже переговорили непосредственно по документам и по всей движухе с председателем. Оказалось, что там очень много непроданных еще гаражей. Есть два или три гаража вместе, совмещенных. В общем, итог такой. Мы рассчитывали вложиться в миллион восемьсот. Один гараж там продавался за миллион и второй за восемьсот тысяч. Можно там сделать обмен. Или нам предложили второй вариант. Купить сразу два гаража за два миллиона двадцать пять тысяч. Гаражи реально большие. Один гараж где-то семь метров в длину и ширину где-то три двадцать. Второй чуть поменьше. Ну, где-то около, наверное, сорок трех-сорокопяти квадратов. Вариант очень интересный, так что будем над ним думать. Ну, наверное, процентов девяносто, что мы, наверное, возьмем там все-таки гараж. Будем делать его под себя. И уже мы не будем дергаться и будем сидеть спокойно лет десять-пятнадцать. Продолжаем поиск двойного гаража для нашей берлоги. Сейчас я созвонился с хозяйкой. Подъехали посмотреть еще один гаражик. Вот так вот он выглядит. Здесь, насколько я понял, три этажа. Два цокольных. Один, вернее, цокольный. Потом второй этаж с маленькими окошечками. Такие, видите, как в больнице. И сверху офисный какой-то центр. Хозяйка сейчас подъедет, и мы спустимся вниз. Уже все это дело посмотрим. В общем, мы очень сильно разочарованы. Ну, хорошо, что поехали и посмотрели. Как всегда бывает, что в объявлении все красиво, все шоколадно. Приезжаешь на место, там полная лажа. По документам там было написано в объявлении больше тридцати шести квадратов. По реалу там мы померили двадцать семь квадратов. Глубина у него получается шесть с половиной, а ширина всего лишь четыре двадцать. Это не гараж, это просто машина-место, которое было в свое время перекрыто сеточками. Сеточки там везде. Там большая управляющая компания, которая обслуживает этот паркинг. И большой аквапарк. Там уже рядом находится. Решетки там срезать и поставить на нормальные ворота нельзя. Ремонта никакого производить нельзя. Складировать ничего нельзя. В общем, делать ничего нельзя. Это просто тупо одно машиноместо. Это объявление я видел еще давным-давно, когда жил в другом районе. Хотел переезжать в этот. По цене оно постоянно прыгает. Сначала они хотели 2,4, потом 2,8. Где-то год назад там вообще была цена где-то миллионов четыре. Сейчас они опустились опять на 2,8. И вот последний месяц цена стала 2,4. Но, честно говоря, купить чисто машиноместо одно за 2 миллиона четыреста в нашем спальнике, когда там кадр тут 15-20 минут пешком, нам это совершенно неинтересно. Да еще с такими ограничениями, что делать там в принципе ничего нельзя. Так что мы этот вариант не рассматриваем и смотрим, ищем дальше. Ребят, сейчас я вам расскажу поподробнее о нашем гараже, о котором мы приобрели. Сейчас мы показываем вам такой же обычный гараж. Для нас это был бы идеальный вариант, так как он с окном. Но здесь гаражей практически уже не осталось. Где-то, наверное, 2 или 3 гаража всего. Все остальное раскуплено, и то они одиночные. А мне нужен был гараж совмещенный. Гараж здесь очень хороший. Паркинг сам такой полуэлитный. Так элитный, с претензией на роскошь. Здесь все так покрашено, роль ставня. Все стены цветные. Все хорошо смонтировано. И система пожаротушения, и вентиляция, и все ливневки. Все классно. Здесь тоже в гаражах есть нормальные щитки. Вместе с зарядным устройством. И теперь поговорим непосредственно о нашем гараже, о нашем приобретении. Три варианта, которые мы смотрели, вы тоже видели. Но их реально было не три. Мы их искали где-то около трех месяцев. Смотрели, наверное, 6 или 7 вариантов. Вот остановились, честно говоря, на этом. Этот вариант у нас получился не сразу. Мы нашли одного хозяина, который продавал один гараж. У него был на одном этаже, на втором. Второй гараж у него был на третьем этаже. Потом мы уже общались с председателем. И путем обмена мы получили вот эти два гаража, которые продавались. Гараж практически 40 квадратов. По цене нам обошлось это 2 миллиона 25 тысяч. Но все равно эта цена, кому-то она покажется очень большой. Эта цена ниже рынка. Нам реально повезло. Мы оказались в нужное время, в нужном месте. И человеку нужны были срочные деньги. Средняя цена такого гаража где-то 2,5 миллиона. Единственное, что гараж нам это достался без ворот, без полок, без всего. Стену мы будем, соответственно, эту сносить. На этой неделе мы будем устанавливать ворота. Можно и показать. Сами варить не будем. Роль ставни мы тоже решили не делать. Так как в них невозможно сделать калитку. Мы постоянно ходим туда-сюда. Плюс гараж у нас будет отапливаться. И все тепло будет уходить. Мы решили поставить просто железные ворота с двумя калитками. И дополнительно их утеплить. В гараже есть отопление. Единственное, что оно пока не запущено. Бойлерное уже есть. В следующем году будет отопление. Но на всякий случай мы решили не зацикливаться чисто на этом отоплении. И я думаю, что его особо не хватит. Мы будем еще дополнительно здесь делать теплые полы. Заливать полы, чтобы мы не зависели от центрального отопления. Когда его включат, не включат. А мы в гараже находимся постоянно. Температура здесь средняя где-то плюс 5. Даже в мороз. Но мы будем ее догонять хотя бы до плюс 20. Чтобы нормально, комфортно здесь присутствовать. В гараже присутствует вот такая вот плита. Она поднимается. Машина, в принципе, проходит. Но здесь у нас и длина гаража где-то 6,5 метров. Здесь уличная стена. В принципе, здесь при желании можно сделать окно. О чем мы думаем. А второй гараж у нас еще длиннее. Стена, соответственно, как я говорил, будет сноситься. Вот этот гараж у нас длиннее на 35 сантиметров. На целую колонну. Вот тот заканчивается вот здесь у нас. Его длина 6,90. Порожка здесь нет. Несколько слов по оплате. Оплата здесь идет за гараж 2200 рублей. Соответственно, два гаража это 4,400. Отопление тоже отплачивается отдельно. В каждом гараже есть свой отдельный контур, который можно включить, можно выключить. Ну и, соответственно, включил, значит, за него надо платить. И электричество тоже у нас, если мы используем в своих каких-то коммерческих целях, оно тоже идет по счетчику. Киловатт где-то 6,45, ну, 6,5 рублей. Свой выбор мы сделали. Теперь это наша будет постоянная берлога. В дальнейшем вы увидите ремонт, переезд и обустройство нашего помещения. Всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok